тема сегодняшней лекции излучение излучение мы будем считать ту часть электромагнитного поля которая доходит до наблюдателя находящегося на бесконечном расстоянии от источника излучения их количественной характеристикой излучения мы будем считать вектор пойтинга сигма равные c на 4 пи векторное произведение е на h напомню что у нас есть закон сохранения энергии который в дифференциальной форме выглядит следующим образом а d w по dt плюс дивергенция сигма плюс е на е ножи равно нулю выясняется что вот это вот у нас работа поля по перемещению заряда тогда w будет у нас энергии поля и соответственно если у нас есть некоторый участок в котором есть энергия поля а она тратится на перемещение заряда и является источником дивергенция функция источника она является источником соответственно излучения вот этого излучения если мы возьмем какую-нибудь площадочку ds нормаль к ты но площадочка n нормаль к этой площадочке ds тогда будет у нас н ds вот то и это некоторое излучение интенсивность излучения который идет через эту площадочку d и это у нас будет сигма ds то есть получается сигма n ds дс вот если мы берем площадку бесконечно какую-то большую и окружаем источник излучения ну допустим это у нас некоторая сфера радиуса r это вот то в таком случае это сигма n r квадрат r квадрат д омега вот омега это телесный угол некоторые тогда да и по д омега имеет смысл углового распределения интенсивности излучения и сигма это у нас сцена 4п векторное произведение е на h н это r на р r квадрат д д омега уже использовали то есть просто-напросто cr на 4 и r векторное произведение е аж и для того чтобы интенсивность излучения на бесконечности была не ноль у нас е и аж не могут векторное произведение е аж не должно убывать быстрее чем единица на р квадрате а следовательно наши потенциалы фи и а не должны убывать быстрее чем единица на р если мы помним то в динамике потенциалы которые создаются движущимися зарядами являются запаздывающим потенциалами фи от р это интеграл ром от р штрих т минус модуль р минус р штрих на c модуль р минус р штрих тв штрих тв штрих и а это рт равно интеграл по штрих единица на c тв штрих т минус р минус р штрих поделить на c модуль р минус р штрих д в штрих вот и ну считать это крайне затруднительно посчитать это ну точные интегралы можно взять ну далеко не во всех случаях но мы можем воспользоваться случаями когда r какая-то вот у нас система находится островного типа она находится в каком-то объеме у которого есть характерный линейный размер и и пусть наблюдатель у нас находится на конце радиус вектора r тогда радиус вектор р штрих не превышает а характерные размеры системы для случая если r штрих много меньше r таком случае отношение r штрих к r можно считать малым параметром и разложить вот эту вот величину и вот это вот величину в ряд по этому параметру давайте посмотрим р минус р штрих модуль р минус р штрих это корень р минус р штрих р квадрат минус 2 р р штрих плюс р штрих квадрате р р штрих на р квадрат на р без штрих а все это в квадрате но мы воспользуемся тем что знаем что единица корень и но единица плюс эпсилон степени альфа это единица плюс альфа эпсилон и мы можем записать это как r скобка открывается единица но тут вот 1 2 соответственно минус р р штрих на р квадрате плюс ну соответственно 1 2 р штрих на р квадрате ну и так далее ну нам пока будет этого достаточно и единица деленное на р минус р штрих это единица на вот этот вот самый корень а из корня уже можно вот этот вытащить корень р единица минус 2 р р штрих на р квадрате плюс р штрих на р и все это в квадрате и у нас будет единица на р и здесь вот единица степень минус 1 2 поэтому плюс р р штрих на р в квадрате плюс а минус 1 2 р штрих на р квадрате и в общем то на самом деле вот здесь вот если мы раскроем скобки у нас получится р минус р р штрих на р ну плюс т т т т вот а здесь ну вот так вот единица на р единица плюс р р штрих на р квадрате минус и так далее в общем то мы можем не беспокоиться дальнейших слагаемых потому что если мы возьмем и поделим вот это на это то у нас получится р штрих на р квадрате поделить на вот это р квадрат р р штрих вот ну это будет сейчас уже мы не будем беспокоиться угле между р и р штрих мы просто напишем что это р штрих порядка вот этот сокращается одна из вот этих сокращается у нас получается порядка р штрих деленное на р то есть меньше чем эль р штрих меньше эль деленное на р и это много меньше единицы по нашему первому условию которая говорит о том что мы находимся вдали от рассматриваемых рассматриваем их нами систем таким образом мы получаем потенциалы которые теперь выглядят следующим образом вот этот потенциал фи от р т у нас теперь а интеграл здесь у нас стояла единица на р минус р штрих р минус р штрих вот и у нас в общем то достаточной является единица на р единица на р потому что как мы говорили то что более сильное более слабое точнее чем единица на р она нам нам не подходит потому что таком случае на бесконечности излучения у нас нету и вот здесь вот dv штрих остается повыш трих ро от р штрих т минус вот это вот вот эта конструкция т минус р минус плюс р штрих минус р плюс р р штрих деленное на р и соответственно а от р т это единица на р интеграл dv штрих тут еще буква c т это не является полным зарядом системы по той простой причине что к Ро также зависит от времени запаздывания. Разумеется, вот здесь стоит T минус R минус R штрих, деленное на С, которое мы немедленно восстановим, деленное на С. И мы, в общем-то, понимаем, что Ро зависит не только от R штриха в нужный нам момент времени, но нужно учитывать также так называемое запаздывание по системе. Вот это вот говорит о том, что нужно учитывать, что в разных частях системы Ро зависит по-разному. И самым логичным было бы для нас разложить Ро в окрестности вот этого времени с учетом того, что все-таки R штрих на С маленькая величина. То есть мы можем написать, что Ро от T минус R на С минус R на С плюс R R штрих на R С равно. Значит, вот в окрестности вот этого, считая вот это малым параметром, у нас получается Ро от T минус R на С плюс вот это вот мы можем обозначить одной буквой Тау. Соответственно, Ро по Тау Р штрих на С плюс 1 вторая Д2 Ро по Тау квадрат Р Р штрих на Ср квадрате и так далее. и g от tau абсолютно аналогичным образом. g от tau плюс r, r' деленное на cr абсолютно аналогично, может быть записано как g от tau плюс dg по d tau r, r' на cr плюс 1, 2 и так далее. Условием сходимости этого ряда является требование, чтобы каждое последующее слагаемое было меньше предыдущего. То есть слагаемое f nt поделить на f n-1 должно быть немного меньше единицы. f nt это единица на n факториал, dρ по d tau, dρ n по d tau n, а r, r' на cr в степени n, а здесь вот должно быть предыдущее слагаемое. n-1 факториал, d n-1 ρ по d tau n-1, r, r' на cr в степени n-1. Ну, здесь мы можем посокращать то, что получится. Значит, вот здесь вот написано, вот n факториал, это практически единица на n-1 факториал n, то есть остается единица на n. здесь остается d n-1 ρ по d tau n-1, конечно же. ну, а здесь просто остается r, r' на cr, всего-навсего. ну, здесь мы можем предположить, что dρ по d tau, ну, это какая-то некоторая характерная частота излучения системы на ρ. тогда d n-1 ρ по d tau в степени n. тут вот n-1 эта штука накручивается, и тогда вот здесь вот у нас просто получается единица на n, здесь омега в степени n в степени n-1, получается омега на c, r, r' на r. Ну, как несущественные мы можем вот это вот отбросить, угол сейчас нас мало занимает. Мы понимаем, главное, что омега на c, это вообще говоря, обратная длина волны излучаемой. а тут вот r'. То есть мы должны требовать, чтобы вот это вот было много меньше единицы для сходимости ряда. То есть r' на λ должно быть много меньше единицы. То есть первое требование у нас было r' много меньше r. Теперь у нас получается требование, что r' много меньше λ. Ну, что это значит? Как это понимать? Если есть какой-то период волны t, то, соответственно, смещение заряды движется с какой-то скоростью v. За время v у нас получилось, они сместятся вот на такое вот расстояние. Ну, это расстояние меньше l. Вот. Ну, вот. Величина одного порядка малости. А это для волны. За это время, ну, вот длина волны – это c на t. И, соответственно, у нас получается, что v много меньше c – это вот прям вот то же самое. Оно не является новым условием. Но физический смысл таков, что скорости движения зарядов должны быть небольшими. Вот. То есть распределение зарядов и токов в системе изменяется несущественно. за, ну, несущественно. И мы получаем, что теперь мы можем записать потенциал скалярный и векторный в следующем виде. φ от rt – это у нас единица на r. Интеграл. Ро от r' tau dv' плюс единица на r. Здесь у нас d по d tau. Я выношу дифференцирование по tau за знак интеграла по той простой причине, что интегрирование ведется по одной переменной, а дифференцирование по другой. Вот. По d tau. Соответственно, dv' ro от r' tau r r' на cr плюс и так далее. вот. Ну и, соответственно, векторный потенциал выглядит практически так же. a от rt равно единице на cr интеграл g от r' tau dv' плюс d по d tau g интеграл g от r' tau а r' и так далее. и так далее. Давайте введем удобные для нас обозначения. Ну, например, фи 0 от rt это единица на r интеграл dv' ro от r' tau фи 1 от r' rt r' t r' r' равно r' r' р штрих то у дальше все один фи 2 от р то у равно так фи 0 это единица на р р штрих на cr тут двойка лишняя единица на rd под это у д в р р штрих на cr тут все один раз вот а фи 2 вот тут вот единица на 2r d2 под это у квадрат интеграл д в штрих р р штрих на cr вот тут вот здесь вот в квадрате ро от р штрих tau и для векторного потенциала введем а1 от р равно единица на cr интеграл д в штрих жир от р штрих tau а вот здесь вот вот здесь вот а2 от р то у нас будет единица на 2 cr д по д то у интеграл р р штрих поделить на cr ж и код р штрих tau минус r ж и код р штрих tau а поделить на cr и вот тут вот еще вектор р штрих еще и а3 и а3 от р то у будет равно единица на 2 cr д по д то у интеграл вот erv Fahren N dry до menos а3 и код х то у их 區 или Если мы посмотрим, то вот это вот у нас А1, а вот здесь вот у нас на ЦР, вот это вот слагаемое мы представили в виде двух слагаемых, при этом мы вычли и прибавили одну и ту же величину. Вот, то есть мы получаем, что φ от РТ у нас будет равно φ0 от РТау плюс φ1 от РТау плюс 0 плюс φ3 от РТау. О, здесь опечатка φ3. И А от РТ это А1 от РТау плюс А2 от РТау плюс А3 от РТау. Вот, ну и мы так разбили для того, чтобы было легче посчитать излучение в виде ряда. Рассмотрим физический смысл слагаемых φ1, φ2 и так далее. Например, слагаемое φ0 от РТау. Это единица на Р. Интеграл ДВ штрих, ρ от Р штрих Тау. И совершенно очевидно, что вот теперь здесь, не учитывая время запаздывания по системе, мы можем считать это Ку от Тау полным зарядом в момент времени Тау. То есть потенциал это полный заряд от времени в момент времени Тау поделить на Р. Но вообще говоря, вообще говоря, согласно закону сохранения заряда, это Ку, просто какой есть в системе, он не должен зависеть от времени на Р. Это просто постоянное кулоновское поле, и вклада в излучение оно вносить не должно. φ1 от РТау у нас выглядит следующим образом. Единица на Р, Д по Д Тау, интеграл от ДВ штрих, Р, Р штрих, на СР, ρ от Р штрих Тау. Обращаю ваше внимание, что от Тау зависимость здесь находится только здесь. То есть дифференцируется на самом деле только ρ. И давайте перепишем это вот в таком вот виде. Единица на Р. Р штрих не зависит от Р. Р штрих мы можем, в смысле, Р не зависит от Р штрих, и вектор Р мы можем вынести за скобки, за знак интеграла на самом деле. Вот здесь вот СР тоже не зависит. Значит, СР в квадрате. И у нас остается, Д по Д Тау от Р, это Р с точкой, интеграл, Р штрих, Р от Р штрих Тау, ДВ штрих. Совершенно очевидно, что вот это, Р с точкой, а совершенно очевидно, что вот это, это ρ, Р, ДВ, то есть, то есть, Д от Тау с точкой. Это электрический дипольный момент системы. Мы получаем, Д с точкой, а, Р на СР квадрат. Ну и если учесть, что Р это АР на Н, направление на длину радиус вектора, то одна Р здесь сокращается, и у нас получается Д с точкой Н поделить на СР. Рассмотрим теперь Фи3. Что у нас есть такое Фи3? Фи3, напоминаю, от Р Тау, Фи2 равно нулю, если помните в нашем разложении, равно единица на 2Р, Д2 по Д Тау квадрат, интеграл ДВ штрих, Р Р штрих на СР, и все это в квадрате, Р от Р штрих Тау. И равно это все. Опять же, мы немножечко перепишем, потому что ничего здесь нету такого, что нужно как-то сильно преобразовывать. Значит, С квадрат, Р квадрат мы выносим за скобочку. 2 С квадрат, Р в кубе у нас получается. Опять же, дифференцирование относится только к Тау и, соответственно, только к Р. Значит, ДВ штрих, Ро с двумя точками от Р штрих Тау. И вот здесь вот скалярное произведение Р Р штрих всегда можно написать как Р альфа, Р штрих альфа. Ну, одно из них можно писать вверху. Например, вот так вот суммирование предполагается по повторяющимся индексам, но поскольку у нас еще время не включено в наш четырех вектор, то альфа с верхним индексом равно альфе с нижним индексом, и это может быть записано как Р штрих альфа, опять же предполагая альфа по повторяющимся суммированиям. Здесь дважды, значит, получается Р штрих альфа, Р штрих альфа. И тут вот Р штрих альфа, Р штрих альфа, Р штрих альфа, и умножить на Р альфа, Р бета. При этом давайте умножим вот это выражение на цифру 3, а здесь тогда у нас будет 6. Мы можем обозначить вот это выражение у альфа бета как интеграл ДВ штрих 3Р от Р штрих тау Р штрих альфа Р штрих бета. Впоследствии мы это выражение обсудим. Оно калибровочным преобразованием сводится к тензору кудрупольного момента, поэтому, в общем-то, можно его сейчас называть тензором кудрупольного момента, но чуть попозже все будет видно. И, соответственно, мы получаем, что здесь у нас стоит О альфа бета, здесь у Р, значит, вот так вот с двумя точками, от тау Р альфа Р бета поделить на 6С квадрат Р в кубе. Ну и понятное дело, что, опять же, Р альфа – это Рн альфа, и мы можем записать Ку с двумя точками альфа бета, Н альфа Н бета разделить на 6С квадрат Р. Рассмотрим теперь компоненты магнитного, точнее, векторного потенциала. Значит, А1 от Р тау равно 1 на СР интеграл ДВ штрих Ж от Р штрих тау. Давайте рассмотрим вот этот интеграл. А для этого нам нужно понимать, что закон сохранения энергии в момент времени тау должен выглядеть как единица, так, как ДРО по Д тау, ДРО от Р штрих тау по Д тау, плюс дивергенция по штрихованной координате Ж от Р штрих равно нулю. Ну, Р штрих тау, конечно. Все это происходит в момент времени тау. И в таком случае, вот эта вот дивергенция предполагается, что это ДЖ от Р ДЖ и Х штрих тау по ДХ штрих, плюс и так далее, ну и так далее, равно нулю. Рассмотрим Д, дипольный момент от тау. Он равен интеграл ДВ штрих Р штрих Р от Р штрих тау. И тогда производная равна вот этой вот производной, то есть ДРО по Д тау. Вот. И давайте умножим это равенство скалярно на какой-нибудь произвольный вектор А. Д с точкой от тау равно интеграл по ДВ штрих, скалярно умножается, конечно, вектор АР штрих, АР с точкой от Р штрих тау. Вот. Ну и давайте используем наш закон сохранения. у нас получается минус интеграл по ДВ штрих АР штрих дивергенция по Р штрих от Ж от Р штрих тау. Ну, прием дальше у нас предполагается достаточно известный. Мы посчитаем дивергенцию Ж от Р по Р штрих тау, умноженное на, умноженное, не скалярно, а просто умноженное на АР штрих. У нас получается АР штрих умножить на вот эту вот дивергенцию Р штрих от Р штрих тау плюс Ж от Ж от Р штрих, ну, дивергенция по Р штрих, Р штрих тау, а дивергенция, теперь уже градиент Р штрих от А Р штрих. И мы понимаем, что вот эта конструкция, она равна Ж, значит, у нас получается интеграл Ж от Р штрих тау, умножить на набло Р штрих от А Р штрих, Д В штрих, вот, минус, минус интеграл по Д В штрих, интеграл по Д В штрих от вот этого вот полной дивергенции Р штрих от вот этого полного нашего произведения Ж от Р штрих от Р штрих тау А Р штрих. Давайте посчитаем, чему равны некоторые кусочки. Например, рассмотрим, что будет, если мы применим оператор Ж на Бло Р штрих к А Р штрих. У нас получится Ж, Х, Д по Д, Х штрих, плюс, это точка, Ж, У, Д по Д, У и так далее штрих. А здесь у нас остается А, Х, Х штрих, плюс А, У, У штрих и так далее. Значит, у нас получается Ж, Х, А, Х, плюс Ж, У, А, У, то есть скалярное произведение А на Ж. Кроме того, если мы рассмотрим, чему равен интеграл от дивергенции Ж от Р штрих тау, А, Р штрих, Д, В штрих, по теореме Гаусса мы вполне можем взять сколь угодно большую поверхность и охватить им объем вот этот вот В. и тогда мы получим, что это интеграл по поверхности от Ж, Н от Р штрих тау, А, Р штрих, ДС штрих, где С – это поверхность, охватывающая объем В. И мы понимаем, что поверхность С можно взять настолько большой, что для систем островного типа Ж все токи останутся внутри, и Ж, Н будет равно нулю. И таким образом этот интеграл можно считать равным нулю. Таким образом, вот это вот наше скалярное произведение А на Д с точкой сводится у нас к тому, что у нас будет интеграл по ДВ штрих просто А на Ж от Р штрих тау. И поскольку мы можем утверждать, что поскольку это должно быть верно для любого вектора А, следовательно, Д с точкой должно быть равно интеграл по ДВ штрих Ж от Р штрих тау. И тогда наше А1 от Р тау – это единица на СР интеграл по ДВ штрих Ж от Р штрих тау. Тут аргумент тау, конечно. И равно это А, Д с точкой от тау на СР. Теперь рассмотрим А2. А2 от Р тау у нас выглядит следующим образом. Единица на 2СР Д по Д тау интеграл от ДВ штрих Р Р штрих Ж от Р штрих тау вот эта деленная на СР минус Ж от Р штрих тау на СР. Ну, напоминаю, что эта слагаемая, в общем-то, появилась неоткуда. Р штрих. Ну, поскольку здесь уже кое-что просматривается. А именно, давайте посмотрим, чему равно Р двойное векторное произведение Р штрих А, Р жи. Нет. Р Р штрих Ж. А, В, С. Это Р штрих Р жи минус Жи Р р штрих. То есть, вот здесь вот стоит минус двойное вот это векторное произведение. То есть, мы можем, опять же, за знак интеграла вытащить то, что не является, то, почему мы не интегрируем. Единица на 2С квадрат Р квадрат, Д по Д тау. А здесь у нас находится под знаком интеграла ДВ штрих Р штрих Жи Р. Двойное векторное произведение. Мы можем ввести, ну, и понятное дело, что зависимость от тау находится в Жи. И при дифференцировании дифференцируется именно Жи. Мы можем ввести понятие М единица на 2С интеграл по ДВ штрих Р штрих. В данном случае Жи от Р штрих тау, поэтому мю от тау получается. Вот, и вот оно прямо, вот оно, единица на 2С, мю от тау. Единица на 2С мы отсюда забрали. Получается единица на С Р. А мю с точкой, потому что здесь у нас стоит Д по Д тау, и дифференцируется только вот ДВ штрих РЖ штрих. Значит, получается мю с точкой от тау Р. Ну и, соответственно, вспоминая, что Р это Н на Р, мы можем записать ответ для А2. Это у нас равно мю с точкой от тау Р. Тут был вот квадрат забыл. Поэтому одно Р сокращается и остается на С Р. Это, соответственно, то, что мы получили. А2 от Р тау. Осталось нам рассмотреть последнее слагаемое. А3. Значит, А3 от Р тау. Но это то же самое, что было, только с плюсом. Единица на 2С Р. Д по Д тау от интеграл ДВ штрих Р Р штрих на С Р жи от Р штрих тау. Плюс Р жи от Р штрих тау на С Р р штрих. Для того, чтобы понять физический смысл, давайте рассмотрим, вспомним, что такое, что К альфа-бета. Это интеграл ДВ штрих Р от Р штрих тау умножить на 3 Р штрих альфа Р штрих бета. И рассмотрим произведение вот этого числа на Н-бета, предполагая по бета суммирование. Вот Н-бета. И попробуем продифференцировать это по Д по Д тау. Значит, опять же, помним, что по тау дифференцируется именно Ро. И в силу закона сохранения заряда ДК альфа-бета Н-бета по Д тау у нас будет равно минус Н-бета интеграл ДВ штрих дивергенция Жи. Д дивергенция по Р штрих Жи от Р штрих тау 3 Р альфа, Р бета, и оба они со штрихами. Найдем, чему будет равно действие оператора Н-бета на Жи от Р штрих Н-бета по Р штрих от Р штрих тау Р альфа штрих Р бета. Равно это, во-первых, Р альфа штрих Р бета штрих Н-бета, то есть та самая дивергенция по Р штрих Жи от Р штрих тау, плюс Н-бета на Жи от Р штрих тау. Наша вот эта вот конструкция в результате оказывается равна Значит, вот наше вот это вот выражение с минусом, оно будет равно произведу Жи, так, Н-бета, интеграл Жи от Р штрих на Бла, а Р альфа действует на Р бета. Ну, здесь у нас есть еще цифра 3. Р альфа, Р бета минус, так, значит, вот это вот с минусом. минус вот это вот выражение, минус интеграл, дивергенция по Р штрих от Жи от Р штрих Р штрих альфа Р штрих бета, Дв штрих, тут тоже тройка, 3 Н-бета. Равно. Ну, ясное дело, что это Н-бета интеграл 3 от Жи Н от Р штрих Р штрих альфа Р штрих бета Дв штрих. И это у нас, поскольку ДС по площади С, который охватывает объем Дв штрих, ну и уже по оговоренным причинам, это равно нулю в силу того, что С можно взять сколь угодно большим. Вот, и тогда получается у нас Н-бета, здесь тройка, интеграл Жи Х, тут Р штрих, да, Д по Д Х штрих, Жи Х штрих Д по Д Х штрих плюс Жи Игрик Д по Д Игрик штрих и так далее от Р штрих альфа Р штрих бета. Ну, понятное дело, что здесь у нас мы можем посчитать этот следующим образом. Жи гамма Д по Д Х гамма от Р штрих ик штрих гамма, а альфа Р штрих бета равно Жи гамма. Сначала вот это вот Д по Д Х штрих альфа, вот Д по Д Х штрих альфа по Х штрих гамма. Это Дельта альфа гамма Р штрих бета плюс Жи гамма, Жи гамма. Теперь уже Дельта альфа гамма Бета Р штрих альфа. То есть мы получаем вот здесь вот Жи альфа Р штрих бета плюс Жи гамма Бета Р штрих альфа. Вот. То есть окончательно мы получаем вот здесь по Д Тау ответ такой. Равно Н бета, скобка открывается 3, а Д В штрих сначала напишем. Д В штрих 3, а Жи альфа. Жи альфа А от Р штрих тау Р штрих бета плюс Жи бета от Р штрих тау Р штрих альфа. Вот Р штрих тау Р штрих альфа. И видите, давайте теперь вот у этого рассмотрим альфтую компоненту. А 3 альфтая компонента. Это единица на 2 С Р, ну, Д по Д Тау. А здесь у нас получается интеграл. Еще раз С Р все-таки вынем, вытащим за знак интеграла. И будет у нас вот здесь вот Р, интеграл по Д В штрих, здесь у нас остается Р, вот тут вот альфтая компонента, значит, Р бета, Р штрих бета, Жи альфа плюс, а вот тут вот Р штрих альфтая компонента, а вот тут вот мы можем записать Р бета, Жи бета. И если мы учтем, что опять же, что Р это у нас НР, мы получим такое вот выражение. Единица на 2 С квадрат Р квадрат, Д по Д Тау, а интеграл Д В штрих, здесь у нас АН альфа, Жи альфа, АН альфа, Жи альфа, Жи альфа, Жи, так, Н бета, Жи альфа. Альфа, Р бета штрих плюс интеграл, напишу, интеграл по Д В штрих, Н бета, А, Жи бета, Р альфа штрих. Равно, сотру сверху, получается. Единица на 2 С квадрат Р квадрат, Д по Д Тау и букву Н бета можно написать уже вот сюда, Н бета. А здесь у нас остается Д В штрих, вот тут вот Жи альфа, Р штрих бета, Р штрих альфа. Вот, давайте посмотрим, где-то мы видели эту конструкцию, вот она, да, вот. То есть мы получили, что вот здесь вот у нас, в конце концов, это было Д по Д Тау от Жи альфа, Бета, Н бета. Вот, получили, что это единица на 2 С квадрат Р квадрат, Д по Д Тау от Д по Д Тау у альфа, Бета, Н бета. А, напоминаю, что это А третья альфа-Т компонента. Вот, то есть А третья альфа-Т компонента может быть записана следующим образом. А третья альфа-Т компонента у нас получается 2 С квадрат Р квадрат Ку альфа-Бета с двумя точками от Тау Н бета. Обратим только свое внимание, что вот здесь вот было Р бета, и когда мы вытаскивали Р бета, мы должны были сократить на 1 Р. И вот эта конструкция для того, чтобы ей быть, для того, чтобы ей быть в точности Ку, она должна быть еще умножена на 3, следовательно, вот тут вот в знаменателе появляется число 6. Вот. Итого, А третья альфа-Т это единица на 6 С квадрат Р Н бета Ку альфа-Бета с двумя точками от Тау. Итого, давайте посмотрим на то, что мы получили. Мы получили, что Фи1 это НД с точкой, скалярное произведение на ЦР. Мы получили, что Фи2 это у нас получается равно нулю, а Фи3 у нас получилось единица на 6 С квадрат Р Ку альфа-Бета Н альфа-Н бета. При этом Ку у нас получилось с двумя точками. При этом для вектора А что получили? Для вектора А мы получили, что А1 у нас равно Д с точкой от Тау на ЦР. А2 мы получили как мю с точкой от Тау Р, Н мы через Н писали, Н на ЦР направление. И А3 мы получили, которое выглядит следующим образом. Альфа-Т и его компонента это единица на 6 С квадрат Р Ку альфа-Бета с двумя точками Н бета. Значит смотрите, в Фи1 и А1 входит электрический дипольный момент, его производная. Это электрическое дипольное приближение. В Фи2 входит магнитный дипольный момент, и это магнитное дипольное излучение. И вот здесь вот у нас электрическое квадрупольное магнитное дипольное излучение. Это электрическое дипольное, магнитное дипольное излучение, а это у нас полностью электрическое квадрупольное излучение. Ну и подчеркнем еще раз, что, во-первых, для того, чтобы мы могли разлагать потенциалы в ряд, нам нужно находиться далеко от потенциалов. r' меньше l, много меньше размеров до системы. Во-вторых, у нас r' должно быть меньше, чем лямбда, много меньше лямбда, для сходимости, грубо говоря, наших интегралов. Ну и, в-третьих, лямбда должно быть много меньше r, для того, чтобы мы находились в волновой зоне, и у нас, до нас не доходили слагаемые, которые задухают достаточно близко около зоны излучения, в ближней зоне. В дальнейшем мы рассмотрим отдельно каждое из излучений. Давайте немножко проанализируем утверждение о волновой зоне, каким образом оно получается. Для этого просмотрим электрическое дипольное излучение, для которого потенциал φ от rt, как мы уже убедились, это nd с точкой от tau на cr, и векторный потенциал от rt равен d с точкой от tau на cr. Сначала найдем магнитное поле. h равно ротор а, то есть набло, действующее на d с точкой от tau на cr. Давайте вспомним одно упражнение. Чему равно набло, действующее на произведение скаляра на вектор? Вот. Ну, это, соответственно, оператор набло векторно. Сначала действует на скаляр умножить на вектор, плюс набло, а набло действует на вектор. Здесь сразу φ можно вытащить как, и вот здесь вот будет ротор, да? А вот здесь вот давайте проанализируем, что у нас будет i, g, k, d по dx, d по dy, d по dz, а вот здесь вот у нас φ, а x при этом дифференцируется именно φ, а x это у нас множитель, φ, а, y, φ, а, z. Значит, у нас получается, ну, например, при, дальше все будет понятно, φ дифференцируется, да? а z, d φ по dy, минус а y, d φ по dz. Ну, плюс g и так далее. Понятное дело, что d φ по dy это набло φ y компонента, а это набло φ z компонента, градиент φ z компонента. Значит, соответственно, у нас должно получиться, что вот это вот все это векторное произведение набло φ на вектор а. потому что во второй строчке будет набло φ, x, y, z, в третьей z, а x, y, z. То есть плюс у нас получается набло φ и а. Ну, вот этим вот соотношением мы воспользуемся и напишем, что здесь у нас вот первое набло φ а, набло, действующее на единицу на c r, скалярно умножаем, векторно умножаем на d от tau, плюс единица на c r уже можно вытащить, а здесь вот векторное произведение набло, d с точкой от tau. А набло, действующее на c r, мы сейчас посчитаем. Набло, действующее на единицу на c r, на c r, это и d по dx и так далее, единица на c, конечно же, а здесь у нас единица на корень из x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Значит, у нас получается минус 1 вторая на корень в кубе, ну, c, конечно, не забываем, вот это вот c. тут вот число и и d по dx – это 2x, плюс 2y плюс 2z получается минус r на c r в кубе, двойки сокращаются. вот, и, значит, первое слагаемое у нас получается вот здесь вот равно, что у нас тут, вот единица на c r в кубе, а здесь вот r d с точкой от tau. Плюс единица на c r, ну, и посчитаем набло, действующее на d с точкой от tau. Векторное произведение набло, действующее на d с точкой от tau. проще, наверное, ничего не придумывать. И жк d по dx, d по dy, d по dz, d с точкой x от tau и так далее. При и у нас получается, при и у нас получается, смотрите, d по dy от d z с точкой от tau. Минус d по dz, dy с точкой от tau. Плюс и так далее. И что у нас получится? При и у нас получается, сложную функцию дифференцируем, поэтому d z по d tau, то есть 2d с двумя точками z, d tau по dy. Минус d с двумя точками y, d tau по dz. Плюс оставшиеся слагаемые у нас получается равно. При и у нас получается d z с двумя точками. Тау – это t минус r на c. И, соответственно, d по dy вот от такой конструкции у нас получается минус единица на c, d r по dy. То есть d по dy от корень из x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. То есть получается минус единица на c, d по dy от… значит, вот тут вот у нас получается 2r, да, а вот тут вот у нас получается 2y. Вот. То есть получается минус y на c, r. Вот. Значит, и на c, r получается, это общее получится, а вот тут вот и минус тоже у всех получится. А тут вот d z y минус d с двумя точками y z. Ну и плюс оставшиеся слагаемые получается минус единица на c, r. значит, y на d z минус z на dy, то есть векторное произведение r на d с двумя точками. Вот. Возвращаемся сюда. Плюс единица на c, r, да еще вот тут вот минус c, r минус c квадрат r квадрат векторное произведение r на d с двумя точками. Если считать, если считать, что у нас r, как всегда, это r на n, то в таком случае мы получаем, что h у нас равно выходит. А здесь минус вот тут вот n, значит, тут минус c на r в квадрате минус единица c, r в квадрате. И тут вот векторное произведение n d с точкой. d с точкой. А минус единица и вот тут вот вместо уменьшится одна степень c квадрат r c квадрат r и здесь вот n d с двумя точками. d с двумя точками. Насколько мы помним, у нас было требование, что поле не должно убывать сильнее, чем единица на r. Если поле убывает сильнее, чем единица на r, оно не долетает до, оно не является излучением, то есть не долетает до бесконечности. То есть вот это слагаемое, оно не должно приниматься во внимание, а следовательно, мы должны работать в той зоне, где вот это слагаемое много меньше вот этого слагаемого. Ну и если считать, что у нас есть какая-то характерная частота излучений, то есть d с точкой это что-то порядка омега d, а d с двумя точками что-то порядка омега квадрат d, то в таком случае уже не принимая во внимание никакие углы между ними, нам, мы должны потребовать, чтобы вот это вот омега d на c r квадрат поделить на второе слагаемое d омега квадрат d на c квадрат r было много меньше единицы, то есть омега d на c r квадрат c квадрат r омега квадрат d d так лишнее убираем и вот оно получается, что омега на c это c на омега t лямбда на r должно быть много меньше единицы, то есть вот из этих вот соображений, что мы должны учитывать только те слагаемые, которые реально вносят вклад в излучение, мы получаем наше третье условие лямбда деленное на r много меньше единицы. IVE ВОИ к ТОМ С ТОМ С Продолжение следует...